Успешно прошедшая минувшей осенью акция «Крышечки добра» нашла свое продолжение весной нынешнего года. Целей у этой замечательной акции было несколько – приобщить славянцев к сортировке мусора для его переработки, очистить природу от пластика и оказать благотворительную помощь. Акция проходила с 1 по 30 апреля 2021 года, прежде всего, для популяризации экологичного образа жизни. В самом деле, пластиковый мусор становится все более серьезной проблемой для нашего густонаселенного края. И с этим нужно что-то делать. Одна из действенных мер – сделать так, чтобы мусорить стало неприемлемо для наших жителей. И над этим нужно работать. В школах, детских садах, высших и средних профессиональных образовательных организациях и учреждениях культуры начался сбор «Крышечек». Экоактивность проявили представители молодежных советов, приглавах, ряда сельских поселений, городского отдела по делам молодежи и экоактивисты. Славянцы охотно откликнулись на доброе дело и включились в этот процесс. Очень много молодых людей, людей разного возраста занимаются этой проблемой. И поэтому они активно участвуют в мероприятиях, которые мы проводим именно по направлению экология. Это различные конкурсы. Вот эта вот акция «Крышечки добра», также у нас была акция «Сдай батарейку, спаси ежика» и многие другие. Сегодня мы подводим итоги второй районной акции «Крышечки добра и СНК». В рамках этой акции мы собрали более 280 килограмм «Крышечек» и сдали эти крышечки предпринимателям, которые перерабатывают пластик. Все вырученные средства за 280 килограммов «Крышечек» от продажи их компании по переработке вторсырья «Городская комфортная среда» в размере 6200 рублей были перечислены родителям мальчика с ограниченными возможностями здоровья на приобретение ортопедической обуви. Представитель этой компании был рад участвовать в благородном деле. Мы будем перерабатывать вторичное сырье и будем делать интересные вещи. Сейчас пока не буду говорить, что мы будем делать, но будем такие вещи делать интересные, современные, которые будут служить долго. И не каждый пластик для этого идет. Почему мы начали с «Крышечек»? Сейчас мы узнаем новые технологии. Мы заказали большое количество всевозможных механизмов, агрегатов, прессов для того, чтобы перерабатывать пластик, пленку и производить те вещи, которые нужны нам в нашем обиходе. Были подведены итоги районного конкурса видеороликов «Пластику. Вторая жизнь». Конкурсанты очень подробно раскрыли темы загрязнения природы пластиком и необходимости его переработки. Первое место заняли студенты филиала Кубанского университета Морозов Иван и Назимова Алисия и учащиеся 14-й школы Мусилимян Крикор. Для студентов нашего филиала всегда важно участвовать в таких акциях, показывать, что мы неравнодушны к данной проблеме. И благодаря тому, что у нас есть такие люди, которые отзываются на такие акции, конкурсы, мы, наверное, повышаем эту экологическую культуру среди молодого поколения, может быть, даже своим примером. И мне кажется, это такой хороший стимул, чтобы нам еще двигаться дальше, достигать новых побед. Победители и призеры были награждены грамотами Управления по делам молодежи Комплексного молодежного центра «Континент» и призами от представителя компании по переработке вторсырья «Городская комфортная среда». Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».